У нас есть еще кое-что интересное, у нас есть гость, кажется. Да, и вот мы так подобрали, что может быть важнее для беременной, не беременной, чем здоровье. И здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Прокутина Людмила Ивановна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Крыма по детским болезням у детей. То есть правильно я понимаю, что детские болезни бывают не только у детей? Я немножко уточнение сделала по детским инфекционным болезням, потому что инфекционные болезни сейчас достаточно актуальны, потому что они являются источником не только острых респираторных инфекций гриппа, но и в том числе и бронхиты, и пневмонии. Это тоже причина, как правило, инфекционная. Но вот правда, извините, что перебиваю, правда, что они инфекционные заболевания, они все-таки сезонные, что вот есть какие-то месяцы, когда вот наибольшее количество этих вспышек, и вот когда вот нужно максимально предпринимать те меры, чтобы защититься, не заболеть. Да, вы правы. Дело в том, что инфекционные болезни действительно имеют цикличность. Не только у нас годовая цикличность есть, и сезонная, ежегодная. Если летом у нас преимущественно регистрируется кишечная инфекция, потому что там есть условия для распространения, то осенний, зимний и весенний период начала – это, как правило, респираторная инфекция. Это обусловлено тем, что мы в это время чаще всего находимся в коллективах, более скучно учимся, студенты, школьники, детские сады. Поэтому таким образом условия для распространения вирусов достаточно комфортные, и поэтому риск распространения инфекции и заболеть выше, чем летом. Потому что летом мы все-таки отдыхаем, каникулы, отпуск у родителей, они куда-то уезжают на лето. Таким образом контактов гораздо меньше. Скажите, действительно ли вот такая вот, насколько мы читали, вот погода, которая сейчас в скором времени установится, вот такая влажная, около нуля, она наиболее благоприятна именно для ослабления иммунитета и размножения вирусов? Нет, вы знаете, дело в том, что для каждого региона свой как-то определенный пик инфекции. Но для Крыма чаще всего это в конец января, февраль и март. Потому что в это время как раз у нас тепло, потому что холод, когда на улице минус 10, минус 15, это не те условия для распространения и размножения вирусов. А если мы болеем, то чем? Вот это или грипп, или все-таки ангина? Да. Дело в том, что группа респираторных чаще всего сейчас это вирусные инфекции. Они превалируют и составляют больше 90%. В том числе в респираторные инфекции вирусные входит и грипп. И он, конечно, сейчас более актуален, потому что мы ожидаем его распространения для нас, это уже сезон. И он опасен тем, что он имеет склонность к быстрому распространению. Если в коллективе непривитые и попал больной с гриппом, то почти 100%, что все контактные заболеют, потому что он очень контагиозен. И таким образом он опасен для распространения. И он имеет более тяжелое течение. И грипп, наверное, уже все знают, что опасен осложнениями. Особенно такие, как пневмония тяжелая, поражение нервной системы. И таким образом иногда, когда уже обращаются очень поздно за медицинской помощью, медики уже не могут помочь, потому что очень тяжелая пневмония. И очень. Таким образом, чтобы не заболеть и не иметь осложнений, конечно, должна сказать, основной повод мероприятия – это профилактика, это прививки. Против гриппа это точно. А я вот вас хотела спросить, пользуясь случаем, возможностью, вот первый раз в жизни в этом году сделала прививку, не болела, ходила месяца 3-4, а потом вот совсем недавно, буквально два раза подряд. То есть это я где-то все-таки легко оделась? Нет, вы сконтактировали. Но дело в том, что прививка против гриппа, она типа специфична, она только против вируса гриппа. Но у нас циркулирует очень много других вирусов, и, естественно, мы можем заболеть любыми, другими вирусами. Поэтому мы таким образом говорим, привился, почему я болею? Но вы болеете не гриппом, а другой инфекцией. Почему против тех инфекций не делают прививки? Ну, во-первых, они не так актуальны, они не имеют такого быстрого распространения, они не имеют тяжелого течения, и, как правило, осложнения очень редкие. Поэтому, да, заболеть мы можем. Но чаще всего я считаю, что, конечно, переохлаждение играет роль в развитии заболевания, но это должна быть все равно контакт с инфекционными больными. То есть и все-таки я могу винить кого-то, кто бы не привился, а пришел на работу, посидел рядом со мной, и потом я хожу докашляю, да? Скажите, а действительно, вот вы упомянули царство вирусов, которое столь разнообразно, грипп, действительно ли он такой вот отличный? И правда, что грипп всегда сухой, то есть нет слезотечения, нет насморка обильного, катаральных явлений, а вот все эти там РС-вирусы и прочие, они являются, вот скажем... Ну, разные вирусы имеют преимущество на какие-то клинике, но для гриппа характерно, во-первых, острое начало. Вы даже можете заподозрить, что у вас грипп – это острое. Вот вы утром пришли на работу, все хорошо, а во второй половине дня или вечером у вас резко слабость, головная боль, высокая температура, 39 и выше. Прям в тот же день? Да, да, в несколько часов развивается это, потому что инкубационный период развития заболевания от нескольких часов максимум двое суток. Если вы сконтактировались с больным гриппом, то в течение этого времени вы можете уже бояться, что заболеете. Да, ломота, головная боль, слезотечение, действительно интоксикационный синдром очень выражен. Это постельный режим. И вот, как вы говорите, сухой грипп, но это относительно. Катаральные явления, насморк, кашель появляются где-то с третьих-четвертых суток. И вот тогда состояние все равно. Температура высокая, держится до 5-7 суток. И вот как раз в этот период, первые 5-7 дней, это самый тоже опасный период, самый заразный. Это человек максимально заразен для окружающих. И поэтому, когда у нас выпили жаропонижающие, пошли на работу, да, самочувствие несколько улучшилось. Но опасность, что опасно для окружающих, сохраняется. Опасность для своего здоровья сохраняется. Ну что же, вы знаете, у нас журналисты тоже очень любопытные люди. И прямо сегодня они вышли на улицу, не сегодня, вчера, они вышли на улицу Симферополя и полюбопытствовали у горожан, что же они знают о гриппе и как от него защититься в следующем нашем материале. Легко не заболеть, не простуживаться, мокрые ноги, чтобы не были. Хочешь, не хочешь, не заболеешь. Чай с лимоном пить. Еще какие-нибудь рекомендации? Смородина. Есть много цитрусовых и держать ноги в тепле. Знаете, это только за такими советами, только к врачу. Повышать иммунитет, заниматься спортом, повливаться холодной водой. Закаляться и не ходить в доктора, где очень много в больнице людей больных. Самое главное, надо вакцинироваться, прививаться. Надо пораньше вставать, делать зарядку, делать обливание, то есть закаляться. Ходить поменьше в общественных местах. Знаете, даже никогда не болел. Никогда не болели гриппом? Да, и вот здесь хочется задаться вопросом, правда ли, что вот это вот правило одного дня первого отлежаться. Мне мама всегда это говорила, что если ты почувствовала слабость, быстро первый день отлежалась, все, дальше ты подскочишь. Правда, не правда? Это при банальных вирусных инфекциях может быть и хорошо, но для гриппа это мало. Для гриппа нужно хотя бы 7 дней. Это действительно, вы, честно сказать, с гриппом вы не встанете на второй день. Вы еще будете плохо себя чувствовать, еще будет плохое самочувствие. Иногда мне задают вопрос, а как же работа, как надо на работу, подвиги мы совершаем. Дело в том, что вы извините, я как-то у меня так спросили, в отпуске за вас кто-то работает? Точно так же вы должны прийти на работу здоровыми, полноценными, и тогда вы принесете пользу не только себе, но и обществу. Таким образом, все равно нужно позаботиться о своем здоровье, в первую очередь. Скажите, пожалуйста, вот все-таки у нас в обществе распространено такое мнение о том, что прививки несколько демонизированы. А действительно это так, и почему боятся, и чего не стоит бояться, в принципе? Вы знаете, ну, прививки доказаны. Эффективность их, безопасность, это доказано. И я должна сказать, что когда мы вошли в Россию, мы стали всех прививать, в Украине этого не было. И мы сейчас ежегодно, у нас вакцинальная кампания, сентябрь, октябрь полностью. И цифры говорят сами за себя. У нас снизилась заболеваемость гриппом в Крыму. У нас в 2018 году был один случай летальности. Это очень хорошо. Во всем Крыму, да? Во всем Крыму. Таким образом, у нас, конечно, это очень важно. Снизилась заболеваемость, потому что уже опасность осложнений гораздо ниже. Тем более у нас заболеваемость снизилась в группах риска. Это дети раннего возраста, это пожилые, это больные с хроническими заболеваниями, с беременной женщиной. Таким образом, мы сохранили здоровье очень многим. Вакцина безопасна. Вот когда мы ее делаем в начале сентября, то к нашему сезону... Это вот самое оптимальное время, да, я так понимаю? Да, это на юночной. У нас есть просто так выбрано? Специально для того, чтобы в течение 2-3 месяцев у нас достаточно сформировался иммунитет. И таким образом мы полностью максимально защищены от гриппа. Будешь теперь всегда прививаться. Обязательно. Я признаюсь, честно, ни разу не вытягивалась. Вы знаете, прививайтесь, тем более вы контактируете с многими людьми. И таким образом риск заболеть есть. Я специалист, я прививаюсь ежегодно, и поэтому, слава богу, не болею. А вот если говорить о лечении, антибиотики, они как эффективны или все-таки... Давайте развеем мифы, да, потому что многие считают, что это панацея, а на самом-то деле... Ой, вы знаете право. Дело в том, что на вирусы антибиотики не действуют. Эти препараты действуют только на микробы. И таким образом, если вы заболели, и с первого дня начинаете принимать привирусные инфекции антибиотики, они не только неэффективны, но дело в том, что они снижают и свой иммунитет. У них такое одно из действий есть. Поэтому только показания. И часто приходят, мы пропили, а нам не легче, а почему нам плохо. Это при гриппе антибиотики пить без толпы, да? Безполезно. Назначается только противовирусная терапия. Назначает ее только врач. Интересно. Не по телевидению, не по рекламе. Дело в том, что врач оценивает состояние больного, как ребенка, так и взрослого. Таким образом, он подбирает противовирусную терапию симптоматическую, и потом проводится все-таки наблюдение за этим больным. И если в случае ухудшения, то, естественно, те лица, которые входят, как мы говорим, в группу риска, это дети, это больные с хроническими заболеваниями, беременные женщины. Если подозрение на грипп, госпитализация 100%. Мы обеспечены стационарной помощью. Таким образом, там уже будет назначаться специфическая противовирусная против гриппотерапия. Это препараты томифлю, которые только в стационаре. Но они и показаны. Профилактически мы их не применяем. Большое спасибо, Людмила Ивановна. Это было очень полезно. Я думаю, что наши телезрители навсегда запомнят, что антибиотики, это, конечно, очень важно, очень нужно, но ни в коем случае не при вирусных инфекциях, себе можно навредить. И вообще любое самолечение, это очень губительно, потому что никогда не знаешь особенностей действия препаратов. Теперь маме скажу, что мало одного дня отлежаться, а нужно прям курсом, как боец, чтобы потом снова в бой. Я прошу прощения, конечно, я еще раз хочу призвать, заболели, вызывайте врача. Потому что это очень важно. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по детским инфекционным болезням у детей, Прокудина Людмила Ивановна. Спасибо вам большое. Спасибо за такую беседу. Еще один момент хочу сказать. Дамы и господа, ни в коем случае не читайте интернет, где рассказывают, как лечиться. В интернете есть гораздо много другого интересного. Там вообще до специалистов, конечно, начинаешь смотреть, что у тебя желудок заболел, оказывается, у тебя позвоночник вообще болит. Поэтому не надо верить. Вот есть врачи, и к ним и нужно. В интернете есть много чего другого интересного. И об этом наш следующий материал под названием Крым Онлайн.